Информационный час на телеканале эфир продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. В поселке Песчаный Ковали под колеса автомобиля Volkswagen попал мужчина. Удар оказался настолько сильным, что пешеход скончался мгновенно. По словам очевидцев, девушка-водитель на марке сначала скрылась с места происшествия, но потом, видимо, отдумавшись, решила вернуться. Пускай выходит! Пускай открывает! Пусть открывает дверь! Зачем она гоняет? Она же девушка! Девушка-водитель Volkswagen закрылась в машине своих друзей и не горела желанием разговаривать с родственниками пешехода. Близкие же погибшего, наоборот, жаждали выяснить отношения с автоледией. Ведь, по их словам, сразу после наезда и водители-пассажиры на марке вели себя по-хамски. Она глаза вытрущила, она даже не вышла. Мы постучали, сказали, не вышла она, не извинилась даже. Если бы я тоже женщина, я тоже мать, у меня дети за рулем каждый день ходят, извинился, я бы простила ее. Они сказали, ну и что ж. Очевидцы говорят, вина за произошедшее лежит на автоледи, ведь разрешенная скорость в поселке Песчаный Ковали 60 км в час. Тем не менее, девушка ехала значительно быстрее. Обувь отца моего осталась там, а сам он лежит вот там, вот вы прекрасно видите, то есть огромное расстояние преодолел. Он отоваривался, вышел из магазина. И потом вот я слышала то, что вот бум. Я думала, это сначала, говорю, две машины. Я выбежала. Но тишина, никаких машин не было и темнота. От места удара пешеход отлетел примерно на 50 метров. Очевидцы говорят, машина, не снижая скорости, скрылась с места происшествия. Но вскоре девушка-водитель решила вернуться и, по словам местных жителей, муки совести тут совсем ни при чем. Она номер подирала, уронила. Поэтому пришла. А где она? Вот сейчас где она? У кого номер там уронила? Машин не было. Я вышла, машин никаких не было вообще. Дорога вдоль Песчаных Ковали в последнее время больше напоминает скоростную трассу. Несмотря на полное отсутствие освещения, а также дорожные знаки, водители бездумно давят на педаль газа, вероятно, чувствуя свою полную безнаказанность. В поселке Северный на улице Литвинова Лада 14-й модели сбила 85-летнюю бабушку. Водитель до последнего пытался избежать наезда, но в итоге все же задел пожилую женщину, и та, падая, сломала ногу. Больше ничего не знаете? Вот я написала все, что видела. Так, число и подпись. И контакт на телефоне здесь в углу. Несмотря на то, что все случилось в поздний час и в глухом районе, нашлись очевидцы происшествия. Люди из машины, что ехала следом за Ладой, совершившей наезд. Перед нами Дат-14 едет. И на какой-то момент машина скрывается, они, оказывается, вот сюда вот съехали. Потом мы видим, как машину крутят, подъезжаем, я говорю, аккуратно, там, похоже, бетонный блок. Мы думали, ну, наехали, они их закрутило. Подъезжаем, видим бабушку. Ехали, ну, тихонько, на километров 40. Задняя машина тоже утверждает то же самое. Если бы не было дерева, мы бы ее объехали. Но помешало, вот, единственное, даже следы можно показать, ну, машина здесь стоит. Вот как раз следы, прямо около дерева мы проехали. Около дерева. Судя по всему, оба участника ДТП не ожидали появления друг друга. Пожилая женщина стояла у края дороги и не показывала своих намерений переходить через нее. И в последний момент вдруг побежала. Она бежит, остановилась здесь, ну, бежит, раз, остановилась. И мы вот решили дерево ее, водитель решил дерево будет обрежаться и объехать. И с зеркалом мы ее как-то зацепили просто и перелом ноги. Такое складывается ощущение, как жизнь самоубийством хотела просто. Тут подбежали тут же родственники, все бабушки, дедушки, начали ей голову поднимать. Мы кричали, чтобы они ее не трогали, они ее хотели вообще поднять. Ну, понимали, за ночью сломал еще что-то. Да, конечно. Машина пыталась остановиться, на шатурку просили. Машина не нашли. Ну, так на перелом, похоже, да? Открытый перелом ноги. Бабушку увезли в больницу, но, как сказали врачи, в силу возраста она может уже и не оправиться после травмы. Водителя же теперь ждет уголовное разбирательство. Водители двух скутеров стали причиной сразу нескольких аварий на проспекте Победы. Байкеры скрылись с места происшествия, в погоню за беглецами бросились очевидцы. И лишь после того, как нарушителей удалось задержать, выяснилась причина такого поведения. Мы торопились просто на работу. Работаете где? По крайней. По крайней? Понятно. Вы спиртное употребляли? Ну, так, маленько. И после этого поехали на работу. Два скутера ехали по проспекту Победы. На перекрестке с улицы Парина один из мотороллеров буквально протаранил автомобиль Хёнде, который преградил им дорогу. Водитель скутера на красный свет, то есть он на трезвом стоянии находится. Он пересел на другой и уехал с места. Свой мопед мужчина не раздумывая бросил прямо на перекрестке, после чего уже вместе с товарищем на одном скутере тут же скрылись. Случайные очевидцы аварии решили догнать байкеров. Прав у вас нет водителя? Нет. Уже на следующем перекрестке ездок не справился с управлением. Байкер и его пассажиры рухнули на асфальт. Очевидцы задержали беглецов и вызвали инспектора в ГАИ. Сперва буйные были, сейчас вроде спокойные уже. По предварительным данным, автомобиль Хёнде не был полностью застрахован. Поэтому, чтобы взыскать деньги за ремонт своей машины, владельцу придется судиться с байкером. Ночью на улице Широкая на глазах у хозяина загорелся автомобиль Деонекси. Из-под панели неожиданно повалил дым и сразу показалось пламя. Пожарные приехали быстро, но спасать уже было практически нечего. Сгорела машина всего за каких-то пару минут. Не помогло даже то, что пожарная часть находится прямо за домом. И от таких неприятностей местные жители считали себя в какой-то мере застрахованными. Как хорошо у нас пожарные, милинцы, все рядом. Полицейским, которые приехали к месту происшествия, оставалось лишь выслушать рассказ молодых людей о том, что подвела их любовь к чистоте. С Уфы приехали в гости, погасить сюда. И вот здесь ночуют, что-то помыли, что-то с чистенькой машиной не сказали, не хотели уехать. Поставили, успели зайти, выходят в машину. Влага, попавшая где-то на электрический контакт, вызвала короткое замыкание и пожар, после которого в салоне не уцелело ничего, кроме странным образом сохранившегося компакт-диска. Добираться обратно из Казани в Уфу молодым людям придется теперь на автобусе. Со справкой на руках о том, что автомобиль погиб в огне. Его теперь остается лишь утилизировать. Второй день рождения готов отмечать участник аварии, которая произошла на улице Тецовской. Там столкнулись сразу три машины. Водитель одной из них до сих пор не может поверить, что остался в живых. Вау, смотрю, нога вроде нормальная, целая, радостная стала. Вообще, ну вы представляете так вот. Меня что-то прижало здесь, зажало. Фух, меня оторвало. Думаю, слава богу вообще. Лада 12-й модели врезался в левый бок припаркованной калины как раз в тот момент, когда из автомобиля вышел водитель. Дверь, которая могла переломать молодого человека, его спасла. Начал выходить, я вот так вот встал, и считаю, смотрю, он летит на меня. Ну вот, видно, дверь спасла, он ударил прямо вот сюда. И, ну и зажало что-то меня. Ну я вылез, ничего. Я в шоке, думал, он без ног останется. Нет, вроде принесло. Его даже развернуло от удара. В эту сторону уже туда стал стоять. Ехал туда, стал туда. Испуганный очевидцем тут же позвонили 03, но пострадавший водитель от помощи медиков отказался. Вот, ну, скорую вроде вызвали, сказали, там, ну, перелома нет, ничего, ушиб, только ноги, и все. Вот, фартануло. Всего в аварии оказались разбиты три машины. Сначала «Лада» 12-й модели столкнулась с «Приорой», которая выезжала со второстепенной дороги. У нас обоюз, потому что я отвлекся, я шел попробовать, и она где-то ловит. И просто так получилось, что неизвестно вообще, кто виноват. «Приора» врезалась в правый бок 12-й «Лада», отчего последнее стало неуправляемой. Водитель пытался вырулить, но его машина, словно таран, полетела в припаркованную «Калину». Я даже не тормозил, я вообще не понял, что произошло. Я вот хотел уйти, увернуться. Меня как бы в ту сторону дал навстречку. Вот, ладно, вот встречных машин не было. Потом обратно рули, я просто вообще ничего не понял, тормозить уже стал там. Меньше всего водитель «Калины» переживает за свою разбитую машину. Говорит, автомобиль всего лишь штампованное железо, которое без труда можно будет восстановить. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось.